МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Книги с иллюстрациями, с описаниями, и без книг на самом деле никуда. Видишь ли, это еще из-за змеи. Вдруг она тебя ужалит. Змеи ведь злые. Кого-нибудь ужалить для них удовольствие. Я тебя не оставлю. Это, наверное, первая книга, которую я услышал в детском саду. У меня были грампластинки именно с этой сказкой, которую, на самом деле, я не читаю совсем сказкой. Это очень взрослая книга для людей с очень глубоким смыслом. И дети видят красивую картинку, наверное, да, а в глубину слов фраз. Мы проникаем только уже спустя определенный период времени. Ты смотри же, не зевай, в молоко сперва ныряй. Тут в котел с водой вареный, а оттуда в студеный. А теперь и чемолись, туда спокойно спать ложись. Знаете, сказки, на самом деле, очень много открывают человеку. И, конечно, сказки про конька-грабунка, когда царь Иоанн Царевич окунается в холодную воду, молоко, в горячую воду. Это сравнимо с различными СПА-процедурами, с процедурами омолаживания, что, в общем-то, напрямую говорит о современных возможностях косметологии, медицины в целом. Тоже вспоминается здесь же сказка про молодильные яблоки. Когда человек хочет некоего чуда, съесть яблоко и вернуть себе молодость, жизненную силу, энергию. И, на самом деле, никогда не стареть. Этого сегодня хотят все люди. Царь был очень стар и слаб зрением. А прослышал он, что за 3-9 земель в 39-м царстве, в 30-м государстве есть сад с молодильными яблоками и колодец с живой водой. Говорили, что если съесть старику это яблоко, помолодеет, а водой это и умыть глаза слепцу, прозреет. Больше времени мне удается читать и микрофессиональные утраты, потому что развиваться в медицине, в косметологии, в дерматологии, в любой сфере, не поглощая именно профессиональную литературу, ну, невозможно. Потому что если ты в один прекрасный момент перестанешь брать в руки электронные издания, печатные издания, то ты просто погибнешь как писательство. Каждая книга и каждой страницей мы дорожим, потому что, ну, например, если доктор хочет откорректировать форму губ, носа, подбородка у человека, у него есть прямая инструкция, как делать, на какие точки стоит ориентироваться, куда стоит вводить наполнители медицинских филлеров, куда абсолютно нельзя касаться никакими инъекционными либо аппаратными методиками. Еще про одну книгу хочу вам рассказать. Эта книга называется «Лечение осложнений косметологических процедур». И мне она дорого тем, что каждый врач-косметолог на своей практике может столкнуться с какими-то нежелательными явлениями, с осложнениями. И здесь четко по инструкции, пошагово рассказано все, что можно и нужно делать в первую очередь, чтобы пациенту максимально не навредить, помочь, и чтобы пациент остался, на самом деле, доволен, и врач получил практически навык. Партнер рубрики «Читай, любимый край» сеть книжных магазинов «Читай, город». Здесь книги находят людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин